Большие надежды и суровая реальность Отправившись на вольные хлеба в 2002 году и заручившись поддержкой единомышленников в лице коллег-экс-арейцев, Валерий Кипелов сходу окунулся в бурную гастрольную жизнь. Пока его бывшие коллеги еще рассчитывали на решение конфликта миром, кипеловцы рубили капусту с плеча. Преснопамятны в сердцем народном дерзкие афиши с надписью «Ария» в скобочках Валерия Кипелова. Позднее певец пишет это на вольное решение организаторов и менеджмента. Ну а пока? Внутренняя нерешительность Валерия Кипелова привела к реализации первого в цепочке бесконечных концертных релизов группы. Конечно, с точки зрения коммерции и маркетинга этот ход был правильным. Но как же тогда стоит воспринимать слова Валерия Кипелова и Сергея Терентьева, что они устали от бесконечных гастролей, от мейдана образности нового арийского материала, будущей крещения огнем, и невозможности творческой самореализации? Как показало время, несмотря на временное единство в суждениях, Кипелов и Терентьев вкладывали в них разный смысл. Если Терентьев полагал, что группа должна работать как можно больше, не только на гастролях, но и в студии над новым соответствующим духу времени материалом, то Кипелов считал, что творческая свобода – это бесконечные гастроли, вольные вокальные партии и неспешная работа над новыми песнями. А ведь был еще и охочий до всяких выдумок Сергей Маврин. Как мы видим, конфликт был заложен в новорожденный коллектив с самого начала, и то, что случилось впоследствии, было закономерным развитием недомолвок и недосказанности лежащих в фундаменте второй арии, или, как считали старые фанаты, правильной истинной арии. Валерий Александрович и сам поначалу любил сказывать, что их группа на данный момент больше ария, нежели чем формация, носящая это название в текущий момент. Что ж, золотой состав Кипелова сумел разорвиться лишь двойным концертным релизом и синглом «Вавилон», после которых группа распалась, как знаменитая «Вавилонская башня». «Реки времен» – это альбом, который зиждется на трех китах – Сергея Терентьеве, Сергея Маврине и Викторе Смольском. Их кровью, потом и срезами пропитана эта пластинка в битве с непреклонностью и консервативностью Валерия Кипелова. Если бы не эти замечательные люди, долгожданный первенец Кипелова так бы и не разродился. К первому альбому Валерий Кипелов пришел практически ни с чем. В его творческом челане была пустота, и дух божий носился над нею. Так что в ход пошли ранее отклоненные мелодии и напевы. Доказательством этого утверждения могут служить последующие студийные релизы. В конечном итоге, вместо самореализации Валерия Кипелова как самостоятельной творческой единицы, мы получили русифицированный рейдж. Конечно, Виктору Смольскому не удалось целиком сгладить шероховатости материала и призраки прошлых гитаристов. То тут, то там возьмет и проскользнет нотка Сергея Терентьева и Сергея Маврина. Но если Терентьев более привелирует в Дыхании Тьмы, композиция которой по своему звучанию словно украдена с Химерой, то от Скутки Маврина мы находим его пророки. Прошедшая через жернова цензура Кипелова композиция стала мало похожа на свой оригинал. Растеряв по дороге всю мистичность и таинственность, она превратилась в монотонный дамоклов меч, нависший над шеей Кипелова. Но даже эти композиции звучат сквозь призму творчества рейдж. Виктор Смольский вообще обладает уникальным свойством абсорбировать все, к чему прикасается как музыкант. Рейдж до Смольского и после абсолютно разные группы. Даже старые вещи звучат совсем по-другому в его исполнении. Если вслушаться, то и в вокале Варерия Кипелова можно услышать типично пиво-вагнеровские нотки. Этакий рейдж лайт. Наиболее ярко проявившийся в композиции не сейчас. Альбом, безусловно, со смысловой точки зрения очень личный. Такие композиции, как «На распуте» и «Дыхание тьмы» отражают внутреннее состояние Валерия Кипелова на тот момент по собственному признанию музыканта. Не может не радовать и эффект гармонии в композиции «На распуте». Ни для кого не секрет, что Валерий окончил музыкальную школу по классу баяна. За исключением пары-тройки композиций, все остальные имеют прямое или косвенное отношение к личности Валерия Александровича. Призрачный взвод о десантниках, реки времен об Александре Македонском, наваждение о девушке, которая хочет, но не может вписаться в реальность. Где-то вдали меркнут нотки так и не прозвучавшего степного волка Гессе. Но если не знать авторского замысла, то можно и реки времен истолковать как автобиографическую. Вот такая вот дихотомия и контекстуальность по Валерию Кипелову. Матричный бог посвящен сыну Валерия Александровича и его чрезмерному общению с компьютером. Современный гимн лудитов 21 века. К середине альбома устаешь от духовных терзаний Валерия Александровича. Ну решил ты уйти в свободное плавание, молодец, но зачем 75% альбома переливать из пустоя в порожнее про себя любимого? В этой композиции они сейчас снова о том же. Ну не рвется майка на груди, хоть ты тресни. А я здесь по размаху аранжировки и текста должна была стать вторым я свободен, но не получилось, не срослось. Обилие пафоса и полное отсутствие искренности не позволили выстрелить композиции. Да и заимствование из творчества Дарьо Молло и Тони Мартина вышло слишком явным. Всем еще памятна композиция и фьюберлипс дебютного альбома проекта The Cage. Что же мы имеем в конечном итоге? Манера исполнения Кипелова разительно отражается от арийской. Более легкие инфантильные партии, более резкий раздражающий тембр. Звучение гитар на альбоме у меня ассоциируется с хрустом снега под ногами в мороз. Вроде бы что-то есть, но на уровне фона. Слабые и невнятные барабанные партии. Вполне можно было бы использовать драм-машину или приглашенного мастера палочек. Но Александр Манякин больше, чем просто музыкант для Варелия Кипелова. Он скорее талисман, чем человек. Посредняя связь коллектива с той былинной арией, когда-то сотрясавшей стадионы. Лучшие песни на пластинке написаны бас-гитаристом коллектива Алексеем Харьковым, но до уровня хедлайнеров российской тяжелой музыки и они не дотягивают. Из девяти песен Кипеловым написаны три и в одной он вступил в качестве соавтора. Словно оправдываясь за свое минимальное участие в творческой жизни коллектива, Валерий Александрович не устает напоминать при каждом случае, что Кипелов это не его сольный проект, а группа. Валерий Кипелов ушел в свободное плавание даже не ради большого достатка или творческой свободы, а чтобы просто работать не напрягаясь. Отсюда и такие долгие паузы между альбомами и бесконечные гастроли. Ведь куда проще исполнять то, что знаешь уже не один десяток лет, чем создавать что-то с нуля. Кто-то скажет, что работа ведется долго, потому что Валерий Александрович серьезно относится к текстам. Смысловая составляющая для него не менее важна, чем музыкальная, однако если Кипелов позволяет себе так долго шлифовать тексты, то почему же позволяет их накладывать на весьма посредственные с музыкальной точки зрения мелодии? Если бы не человек за микрофонной стойкой, этот релиз прошел бы незамеченным для широкой общественности. Обыкновенный альбом характерен для молодых музыкантов второго эшелона, коими и являются Андрей Голованов и Алексей Харьков, не более. Продолжение следует...